В этом видео будет на практике показана функция совместить фото с кетчап. Я покажу, как легко, просто и быстро можно делать с кетчап модели по фотографии, чертеж по фотографии или чертеж с картинки. И тогда, увидев красивую картинку или фотографию оригинального солярного изделия в интернете, вы сможете удовлетворить возникающее желание повторить увиденное и, естественно, его улучшим. Здравствуйте, меня зовут Юрий и рад вас всех приветствовать. Демонстрацию возможностей этой функции я хотел бы начать с достаточно простого изделия, вот такого дизайнерского стула. Из каких элементов состоит дизайн? Это размеры, пропорции, углы, формы. Это то, что нужно получить в модели или чертеже. Как раз в этом нам и поможет с кетчап. Открываем нашу программу с чистой страницы и выбираем либо пункт меню «Камера совместить новое фото», либо в соответствующем лотке справа во вкладке «Совместить фото». Нажимаем плюс. Выбираем фотографию, которую мы хотели бы совместить с нашей моделью. Конечно, подойдет не любая фотография и предпочтения станут понятны по ходу построения модели. Найдя и выбрав интересующую нас картинку, получаем вот такой вид. Что здесь что? Мы видим красную и зеленую горизонтальные оси, а также две пары пунктирных линий красного и зеленого цвета, с помощью которых можно будет задать направление красной и зеленой оси в перспективе. Также есть вертикальная ось синего цвета. Первым делом желательно выставить начало координат, то есть точку пересечения осей. Ее удобно выставить в один из углов нашей модели. Можно спереди, можно сзади. Я выставлю спереди. Далее последовательно выставляем направление осей. Как видно из картинки, модель имеет сразу несколько пар точек, через которые можно построить линии, параллельные зеленой оси. Это передние ножки. Это передняя кромка сидения. Это спинка. По этим линиям нужно выровнять пунктирные линии того же цвета. Причем чем дальше будут линии расположены друг от друга, тем лучше. И выставлять линии по рисунку желательно настолько точно, насколько это позволяет фотография. Теперь выставляем красную ось. Предположим, что в данном изделии левая плоскость, которая образуется ножками и подлокотником, параллельно правой аналогичной плоскости. И тогда одну красную пунктирную линию можно выставить точно по ножкам. Но где взять вторую пару точек, через которые провести вторую пунктирную линию? Я вижу пока только одну пару. Это вторая пара ножек. Попробуем. Не очень получается, и вот почему. В идеале, после выравнивания зеленой и красной осей, синяя ось должна быть расположена вертикально. Но это в идеале, и я таких случаев не встречал. В реальности мы имеем несколько искаженные фотографии. И при расположении красной и синей осей точно по точкам на фото, синяя ось у нас отклонена вправо. Причем, двигая пунктирную линию, мы можем найти примерно вертикальное положение синей оси. Но тогда смотрите. Получается, что расстояние между передними ножками стула меньше, чем между задними. Но вряд ли дизайнер так задумал. Поэтому исходим из того, что фотография искажена. Но на самом деле ничего страшного в этом нет. В таких случаях я последнюю пунктирную линию не выравниваю по фотографии. Я выставляю ее так, чтобы визуально добиться вертикальности синей оси. Вертикальности относительно изделия. Следующее действие, которое удобно выставить на данном этапе, это масштаб. Ведь мы еще нигде не сказали с хетчапов, какого размера наша модель. Вот здесь справа на панели есть цифры. 100 – это расстояние между ячейками сетки, которую построил с хетчап по красной плоскости. Это было выбрано нажатием соответствующей кнопки чуть выше цифр. Мы знаем, что комфортная высота сиденья стула – это 410-430 мм. Выставив указатель мыши на оси и не оси, и двигая его вверх-вниз, мы как бы раздвигаем или сдвигаем масштабную сетку. И делаем это до тех пор, пока не получим требуемое расстояние. Вот. Раз, два, три, четыре. Опускаем чуть ниже и вот как-то вот так. Отлично. Мы выровняли оси нашей будущей модели по фотографии и выставили масштаб. Нажимаем кнопку «Готово». Сохраняем на всякий случай редакцию этого файла. Теперь можно очерчивать детали нашей модели. Как и в столярке, черчение начинается с разметки, а в данном случае с выставления направляющих линий. И начинаем с синей, то есть горизонтальной плоскости. Выставляем толщину заготовки ножки. Судя по фото, она где-то от 36 до 39 мм. Поставим 35. Расстояние по внешним граням ножек около 500 мм. Ширина ножки в основании сделаем 40. Точно так же выставляем расстояние между передними и задними ножками, а так же ширину задних ножек. Вот убеждаемся, что фотография действительно искажена и дальняя ножка не попадает на свое место. Но, как я уже сказал, это не критично. Закончив разметку по синей плоскости, построим зеленую плоскость, ту, на которой потом будем чертить ножки и подлокотник. Создаем компонент и дальнейшее построение будем делать на плоскости внутри этого компонента. Построение можно, конечно, делать сразу инструментом карандаш, как показывают другие авторы. Но у меня это редко получалось хорошо с первого раза. Карандаш постоянно отрывался от плоскости и норовил поставить точку в абстрактном месте модели. И нажатие клавиш и шифт не сильно помогали. Поэтому применяем столярные навыки и снова делаем разметку. То есть по всем узловым точкам доставляем направляющие, инструментом направляющие, которые гораздо проще удержать вдоль нужной на плоскости. В местах закруглений я, как правило, на данном этапе ставлю направляющие на начало коня закругления, а кривые буду рисовать чуть позже. И вот теперь входим в компонент, берем инструмент карандаш и по узловым точкам строим все прямые линии. Остановлюсь вот на этом моменте. Как только при совмещении фотографий мы изменяем угол зрения на нашу модель, фотография исчезает. Что логично. Скетча пока не обладает искусственным интеллектом настолько, чтобы менять направление проекции картинки. Поэтому мы всегда, сделав необходимое построение, можем нажать на вкладку слева сверху с названием картинки, чтобы модель повернулась правильной стороной и вернулась в совмещение. Как сделать правильные красивые кривые? Существуют отдельные плагины для этой программы, есть платные и бесплатные, которые позволяют строить различные кривые и кривые без Е. И пользователи, которые задались этим вопросом, без проблем найдут, установят и будут их успешно применять. Но тема сегодняшнего видео несколько о другом. Поэтому я для демонстрации воспользуюсь простыми и доступными дугами. Вот мы получили замкнутый контур боковины нашего стула. Помним, что несколько раньше мы определили толщину как 35 мм. Поэтому инструментом выдавить-давить, выдавливаем на 35 мм. Ну и чуть-чуть подправляем недостаток. После чего удаляем все лишнее и боковина готова. Возвращаемся к фотографии и копируем боковину на другую сторону стула. И теперь, имея две боковины, можно смоделировать сидение. Здесь каких-то особых хитростей нет. Снова расставляем по возможности направляющие и строим панель сидения по ним. При необходимости устраняем мелкий недочет. И хотя видно, что сидение на оригинале установлено не горизонтально, а чуть отклонено назад, мы поправим это чуть позже, если забудем. Точно так же поступаем и задней спинкой. Просто выставляем направляющие и строим так, как себе это представляем. Тем более, что других фотографий с видом сзади или сверху у нас нет. Уверен, что зрителям понятны все действия, которые совершаются на экране. Все они подробно и многократно продемонстрированы в других видео на этом канале, в серии про проектирование и моделирование в столярке. Если кто-то первый раз на этом канале, добро пожаловать и приглашаю ознакомиться с ними. Ссылка на плейлист в описании под этим видео. Ну а здесь мы, как планировалось, воспроизвели по фотографии размеры, пропорции, углы и формы. Далее мы можем продолжить моделирование без фотографии и уточнить закругление, расставить столярные соединения и так далее. Хотя, даже здесь Китча предлагает не прощаться с этим инструментом и предлагает даже добавить на нашу модель текстуру из оригинала. Вот так. Вдруг кому-то понадобится. Моделирование этого изделия закончено. Если необходимо чертеры с размерами, то в других мак-видео на Тиму Скетчап это было подробно показано. На сегодня это не все, что я хотел показать. Вот другой пример моделирования по фотографии. Это модель другого стула и он отличается от первого тем, что расстояние между передними ножками у него несколько больше, чем между задними. И это уже не искажение фотографии. Боковые плоскости у него не параллельны между собой и вот здесь хорошо видно отклонение. И в таких случаях, после расставления направляющих, имеет смысл повернуть плоскости построения вот так и дальнейшее построение делать в такой повернутой плоскости. Надеюсь, вы теперь знаете, как реализовать новые идеи из интернета в ваших уникальных солярных изделиях. Ну, по крайней мере, знаете, как их смоделировать. А как можно изготовить, я тоже показываю на своем канале. И буду признателен за вашу оценку и комментарии. А теперь у меня все. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»